Планы на эту рабочую неделю обсудили на традиционном общегородском совещании. С докладами выступили руководители профильных подразделений администрации. Новый формат, который мы предложили, был поддержан Советом депутатов. Он подразумевает совершенно другое качество работы, более активное. Депутаты выделяют и согласуют бюджетные средства, а администрация реализует муниципальные, региональные и федеральные проекты. Итак, в Химках с этой недели увеличится количество автобусов на 22 и 28 маршрутах. Такое решение было принято по итогам проверки качества работы общественного транспорта. В рамках реализации конституционного соглашения «Светогор-Химки» установят 120 новых светоточек. Они появятся на улице Московской, Маяковского и Первомайской. Также начинается проектирование новой станции в районе жилого комплекса «Солнечная система». И выбрать новое имя для станции смогут сами жители. Нам обратились жители с просьбой организовать голосование по выбору нового имени. Мы инициативу жителей поддержали. На следующей неделе планируем на нашем сайте разместить блок голосования, который на базе платформы «Госуслуг» позволит для людей, жителей Химок проголосовать за варианты названия этой станции. На этой неделе продолжится контроль и за строительством всех объектов. Особое внимание капитальному ремонту детского сада «Радуга». Также запланированы встречи с жителями, которые попадают под расселение из ветхого жилья. Завершается ремонт в квартирах, которые готовят для детей сирот городского округа. «Одно из самых значимых событий – это выезд на осмотр квартир, которые мы, Дмитрий Владимирович и Сергей Константинович с вами будем предоставлять детям-сиротам. Это две квартиры в районе Миксино-Дальне в Кутузовском поселении. Соответственно, после приемки этих квартир комиссии мы, соответственно, готовы будем предоставить ключи. Теперь, что касается благоустройства дворов. Работы продолжаются во всех микрорайонах. Большое обновление на этой неделе начнется во дворах по улице Союзной, в Химках и в деревне Брехово. Комплексное благоустройство дворовых территорий началось исполнение программы, в рамках которой у нас будет пока проведено шесть дворовых территорий. В основном, это сейчас работа начнется в микрорайоне Брехово, Большая дворовая территория, Юбилейный проспект 74 и улица Гоголя. Там пока идет подготовка. В жилищно-коммунальной сфере работы также не останавливаются. В этом году в Химках капитально отремонтируют 136 многоквартирных домов. Специалисты наводят порядок на внутридомовых инженерных системах в подвальных помещениях, ремонтируют фасады и подъезды. Продолжается замена кровли. Напомним, всего по графику 310 многоквартирных домов, которые затронут локальный ремонт. По сравнению с предыдущей неделей, у нас 71 была кровля сделана, сегодня 92 кровли в рамках локального ремонта отработаны. Информация размещается и в чатах, и в соцсетях, и на сайте администрации. Одна из важных тем, которую обсудили на общегородском совещании – замена теплосетей. О проделанной работе по модернизации системы рассказал заместитель главы Денис Юрков и генеральный директор химкинского филиала ТСК «Мосэнерго» Сергей Чубаров. С апреля этого года в Химках уже заменили 6 километров теплосети. Отремонтируют 17 котельных. Продолжаются профилактические работы и к отопительному сезону. Действительно, работа была проделана. И действительно, мы сейчас видим перед давлических испытаниями, у нас порядка там выходит 100 повреждений. Это сейчас мы устраняем, нежели это могло бы затронуть в зимний период. Все котельные будут оснащены датчиками удаленного съема показаний. Это и давление, и температура. В том числе, выведены все датчики будут непосредственно и в министерстве. Мы можем видеть, когда котельная остановилась, либо не остановилась, упало ли давление, либо температура. Большие работы продолжатся и в парках городского округа. Так, в сквере Марии Рубцовой приступили к возведению скейт-парка. Масштабная реконструкция продолжится и в парке Толстого. Там демонтируют старые аттракционы и устанавливают новые. Дмитрий Волошин отметил, работы важно проводить бережно. История про то, что кто-то будет деревья рубить в Толстого. Это какая-то сказка вообще просто. Он не приносит. Никаких деревьев вообще никто не даст рубить. Даже кустарники нельзя трогать там. Поэтому, если не садится аттракцион, значит, не будет этого аттракциона. Моя позиция, она категорически против вообще трогать деревья. Даже не в парке, а в любом чьи где-либо. В стройке не будет, если мы деревья трогаем. Деревья там сажать надо, не рубить. Также обсудили программу мероприятий на неделю. Одно из важных событий состоится 22 июня. Это день памяти и скорби. В Химках традиционно пройдет свеча памяти и возложение цветов. Юлия Самошна, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости, Химки ТВ.